Здравствуйте дорогие зрители, сегодня я поведаю вам о утраченном способе добычи золотой валюты в боях. Когда-то давно, много лет назад, при открытии ежедневных бонусов, каждые 14 дней выпадал один из особых призов в виде золота, премиум аккаунта или золотого пари. Самым желанным для нас тогда были именно золотые пари, потому что с них можно было вытащить больше всего золота. Золотые пари были, и даже до сих пор местами есть, трех видов, солдатские, офицерские и командирские. На 10 побед и 500 петухов, на 20 побед и 1000 петухов, и на 25 побед и 1500 петухов. Для выполнения пари в бою нужно набить необходимое число фрагов и победить. Для солдатского и офицерского пари необходим всего один фраг, а для командирского минимум три, и это без множителей для различных режимов. Пари считается проигранным, если игрок в трех боях не выполнил условия пари. В таком случае игрок получает столько золота, сколько полагается за выполненные ступени. Для того, чтобы золотые пари засчитывались, необходимо играть в пвп режимах за исключением АСБ. Также в одном из слотов игрока должна находиться активная техника третьего или четвертого ранга. Выезжать на ней в бою не обязательно, но обязательно к ней должен быть доступ в бою. Если в слотах есть активная техника выше четвертого ранга, то пари не будет засчитываться. Сложность выполнения пари в первую очередь зависит от вашего скилла. По своему опыту скажу, что в соло пройти все ступени тяжело и почти нереально. Хотя когда-то давно бывали случаи, где я пари из на три фрага и 25 ступеней выполнял один, но это скорее редкое исключение. А вот если выполнять пари в отряде, то задание становится довольно несложным. Если, конечно, скилл всех членов вашего отряда хотя бы чуть-чуть выше среднего скилла рандома. Пари на три фрага не стоит выполнять в полном отряде скиловиков, так как кому-то может не хватить фрагов. На такие пари хватит и отряда из двух людей. Лучший режим для выполнения пари это танковые реалистичные бои. Тифрагов там больше и шансов набить эти фраги тоже больше. Так как в ТРБ, в отличие от СБ и Аркады, респавны, можно сказать, неограниченные. На последних стримах мы вдвоем выполнили два пари. Одно на 10, другое на 20 ступеней. Итого 30 боев к ряду без поражений. Интересно, что на такой уверенный винрейт скажут адепты РПУ. Касаемо стрика побед, не так давно мы с моим подписчиком Скайтрейном набили стрик в сотню побед без единого поражения. Как раз на технике, подходящей для золотых пари. Каким-то потом это не было. Победы давались очень легко. Сегодня, по большей части, игроки War Thunder это не столько игроки, сколько машины для прокачки и наяривания на красивые модельки. 99,9% таких игроков не могут оказать сопротивление тем, кто пытается победить. Уже как несколько лет золотые пари перестали выпадать из ежедневных сундуков. Так почему же улитка брала возможность получения золотых пари на халяву? Я вижу только две причины для упразднения золотых пари. Первая причина довольно очевидна. Игроки не должны фармить золотую валюту на халяву. Но по моим наблюдениям, большинство игроков, дай бог, 100 золота вывозили с одного пари. А вот скилловики уверенно выполняли в отрядах свои пари полностью. Что позволяло им довольно комфортно играть и без доната. Хотя этот фарм через пари был смешным, по меркам того, что турнирщики зарабатывали на турнирах. Но это уже совсем другая история. Вторая причина отмены зп менее очевидна. Если для того, чтобы нафармить золото нужен скилл, то можно просто заплатить скиловому школьнику, который зафармит золото за вас. А это деньги мимо кассы. И это я не одобряю. Ради фарма золотых орлов, скиловиком в кавычках, конечно, можно стать, воспользовавшись допингом. Пари могли упразднить в качестве предупреждения таких вот скиловиков и черного рынка по фарму золотых орлов. На этом все. Теперь вы знаете, как древние русы фармили золотые орлы. Оценивайте видео, если вам было интересно. А также заглядывайте на стримы. Там я иногда выполняю эти самые золотые пари. Продолжение следует...